МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Рунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты вернулись к обсуждению судьбы бань заречных. Любовь длиной в 40 лет. Педагоги гордо прочитали отрывки из переписки Ивана Тургенева и Полины Виардо. Увидеть прекрасное в обыденном. 25 октября – Всемирный день художника. Далее расскажем обо всем подробно. Банный вопрос вновь остров стал перед народными избранниками. В мае заречные бани закрыли. Сначала, как сообщили, на летний период. Но позже здание Назернова-20 выставили на продажу. Впрочем, желающих приобрести имущество МУПа не нашлось, и депутаты вновь вернулись к обсуждению судьбы заречных бань. Заречные бани дважды выставляли на продажу. Объявленная стоимость – порядка 19 миллионов. На эти деньги руководство МУПа планировало привести в порядок две других бани. Но покупателей не нашлось. Денег нет, а здание Назернова-20 по-прежнему закрыто. И в ближайшее время, похоже, открыто не будет. Для того, чтобы баню открыть, необходимо выполнить мероприятие по устранению грибка и всего остального в порядке 8 миллионов рублей. То есть это-то обсчитано. Где деньги взять? 8 миллионов только на устранение предписаний СЭС. Чтобы полностью отремонтировать заречные бани, по приблизительным подсчетам, нужно 40 миллионов. Немалые средства нужны и на ремонт боровых и центральных бань. За текущий год в них проведены косметические работы на миллион рублей. Где-то подлатали, где-то подкрасили. Но общей картины это не изменило. Сделано, проведено, я еще раз говорю, очень много вот таких вот мелких работ, которые в общей массе, они, может быть, и незаметны, потому что это надо делать комплексно. На комплексный ремонт нужны средства. И опять вопрос, где взять деньги. Надежд на самоокупаемость, по мнению Ирины Назаровой, нет. Посещаемость бань неуклонно снижается с 2004 года. Сегодня боровые бани загружены лишь на 30 процентов. Центральные чуть больше, на 45. Прирост произошел за счет бывших посетителей бань заречных. Если даже вот вдруг произойдет чудо, и выделят нам 40 миллионов на ремонт бани заречной, это не решит проблему, потому что две другие бани, они также нуждаются в ремонтах. И загрузка бани, она не увеличится. Впрочем, именно на это чудо, что найдутся средства на ремонт заречных бани, рассчитывают жители нового района. Летом они написали в администрацию города обращение с просьбой оставить бани. Под ним поставили подписи около 700 человек. Район растет, очень большой район. И баня, как бы, нуждается в этой бане очень много народа. Зря говорите, что в эту баню мало народа ходило. Зря. Район вырос, и молодежь ходят. Не все могут себе позволить сауну за 1700. Сделали программу, разработали мероприятия, провели мониторинг, все исследовали, опросили людей, а потом предложили какие-то решения, а не так, что давайте закроем, и ребята, и потом, как говорится, ну, закрыли, значит, не продали. Дальше что вы будете делать? Другую закроют. Выслушав все аргументы, депутаты решили обратиться в администрацию города с вопросом о возможности финансирования бань Сарова. Получив ответ, народные избранники планируют вернуться к обсуждению судьбы заречных бань. Ну, а пока здание Назернова-20 по-прежнему остается закрытым. Самая массовая молодежная организация советского времени. 29 октября Ленинскому коммунистическому союзу молодежи исполняется 100 лет. Те, кто внес неоценимый вклад в развитие комсомольского движения, помнят и чтут до сих пор. В преддверии праздника члены городского оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных Дню рождения комсомола, возложили венки к могилам своих товарищей. Посещение мест захоронения активистов в ЛКСМ Арзамаса-16 для ветеранов этого движения традиции давняя и к празднованию столетней даты имеет косвенное отношение. Дань памяти своим товарищам и друзьям для участников процессии – не обязанность, а душевная потребность. Они действительно унесли огромный вклад, ну, я бы сказал, даже не просто в жизнь комсомольской организации, а в жизнь города, потому что комсомол – это ударные комсомольские стройки, это субботники, это строительство важных объектов, это крупные мероприятия. По словам Игоря Коченкова, комсомол – это часть жизни движения, в котором тебя окружали не просто друзья, а единомышленники. С особой теплотой участники церемонии вспоминают одну из легендарных комсомольских активисток нашего города – Любовь Яковлевну Пухарькову. Для нас, человек номер один в памяти, скажем так, все-таки это Любовь Яковлевну Пухарькову, которая прожила короткую жизнь, но она оставила неизгладимый след. Сегодня участники церемонии возложения цветов почтили память 20 своих единомышленников, делегатов съездов разных лет, руководителей городской комсомольской организации и просто активистов, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Депутаты ЗАГС Собрания Нижегородской области продлили срок действия регионального материнского капитала до 31 декабря 2021 года включительно, сообщает Пресс-служба областного парламента. Народные избранники приняли в двух чтениях изменения в закон о мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей. Напомним, согласно нормативному акту, при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка семья получает от региона 100 тысяч рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Соровщини могут сделать родной город еще красивее. Для этого необходимо отправить заявку на участие в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. Чтобы конкретный двор попал в программу благоустройства на следующий год, жители должны принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья. Консультации по вопросам проведения собраний можно получить в департаменте городского хозяйства по телефону 9 90 73 или у депутата по своему округу. Соровщане сыграют в финале чемпионата по что-где-когда среди предприятий атомной отрасли. Приглашение на битву лучших умов завоевали две команды ядерного центра «Нейтронная сеть» и «Ума не надо». По итогам регионального этапа, который прошел в Нижнем Новгороде, знатоки из Сорова заняли места в первые десятки сильнейших команд и по регламенту автоматически прошли в финал. Он пройдет 17 ноября. Соровский конно-спортивный клуб готовится к закрытию сезона. По традиции его отметят турниром по спортивному конкуру. Этим термином называют соревнования, на которых всадникам необходимо преодолевать препятствия разной сложности и высоты. Турнир пройдет в следующую субботу, 3 ноября. Более подробную информацию можно узнать в официальной группе конно-спортивного клуба ВКонтакте. Уже не первый год школьники Сорова принимают участие в проекте Дворца детского творчества «Читаем вслух». Ребята знакомятся с произведениями отечественной и зарубежной литературы и учатся выступать на публике. На этот раз роль читецов на себя примерили педагоги школ. Встречу в рамках проекта «Читаем вслух» посвятили предстоящему юбилею Ивана Тургенева. Письмо Ивана Тургенева к Полине Виардо на языке оригинала. Педагоги школ города на час погрузились в историю любви длиной в 40 лет. Фрагменты переписки русского классика с оперной певицей Полиной Виардо опубликовали не так давно. Эти отношения, которые стали для Тургенева настоящим испытанием всей жизни, полны загадок и до сих пор до конца не изучены. Замечательное письмо, которое написал Тургенев, своей возлюбленной, говорится о том, что Куртовенеля, пребывая в этом городе, он посетил концерт ее и был в восторге. Для меня было очень интересно узнать новое, почитать о Тургеневе, его биографию. Ольга Александровна Сушко – учитель начальных классов в 15-м лицее. Педагог прививает детям любовь к литературе с младшей школы, знакомит школьников с произведениями русских писателей, учит ребят выразительно читать. Ученики Ольги Сушко – постоянные участники проекта «Читаем вслух». Очень важно прочитать так, чтобы зацепило за душу, зацепило за сердце, чтобы это раскрылось. А если чтение затронуло, то значит оно сохранится, произведение станет любимым, с этим человеком потом будет интересно общаться. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» пройдет 9 ноября. Десятиклассники познакомятся с культовым историческим романом писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Самый творческий и профессиональный праздник 25 октября во всем мире отмечается День художника. Научиться рисовать, постигнуть законной композиции пластики и освоить технику смешивания красок может каждый. Но для создания по-настоящему достойной картины необходим талант. О тех, кто решил связать свою жизнь с этим непростым искусством, расскажем в следующем репортаже. Евгения Урум, сколько себя помнит, всегда занималась творчеством. После окончания архитектурного факультета Ленинградского института имени Репина она увлеклась акварельной живописью. Любимый жанр Евгении – это пейзаж. Природа родного края, Сарова и ближайших окрестностей вдохновляют художницу на написание новых этюдов. Этюд ценен тем, что в нем живое взаимодействие художника и изображаемой натуры рождает энергетическую связь, пока ты рисуешь. Знания и любовь к искусству она передает детям. Вот уже более 20 лет она учит мальчишек и девчонок не бояться чистого листа и неровной линии. Внимательному взгляду на работу начинающего живописца достаточно, чтобы поправить или похвалить ученика. Евгения считает, что работы не получится, если нет желания и вдохновения. Если ты это делаешь с душой, с желанием, то это счастье, когда ты рисуешь. В свободное от работы время Евгения продолжает творить. Совсем скоро ее пейзажи вновь будут представлены на городской выставке «Художники Сарова». Зима уже не за горами. Самое время подумать о новой шубе. Тем более, что в Ледовый дворец с выставкой-ярмаркой своих изделий приехала кировская фабрика «Зимняя сказка». Всего несколько дней у вас есть возможность перебрести шубку из качественного меха с ощутимыми скидками. Если вы не любите зиму, значит, вы просто еще не нашли шубку по душе. Пришло время это исправить. В Ледовом дворце с 25 по 28 сентября компания «Зимняя сказка» предлагает лучшие модели меховых пальто и курток по очень демократичным ценам. Более тысячи изделий из меха, норки, енота, кролика Рекса, сурка, нутрии, а также из мутона и каракуля. И, как обычно, «Зимняя сказка» радует сыровчан специальными акциями и скидками. Такую норковую куточку у нас можно приобрести всего лишь по цене за 31 тысячу рублей. Шубки из мутона, которые были в прошлый раз по 10 тысяч рублей, в этот раз их можно приобрести по цене за 8 тысяч рублей. Также и остались старые акционные приложения. Курочку вот такую из кролика Рекса можно приобрести за 15 тысяч рублей. И вот данную куточку из эко-кожи за 4 тысячи рублей. В коллекции шуб от «Зимней сказки» отражены все модные тенденции сезона. Животные принты, оригинальная выделка меха, комбинированный мех и, конечно, очень популярные цветные шубки. Вечная классика – модель из норки, выполненная, например, в ярком голубом цвете, непременно станет главным акцентом вашего гардероба. Впрочем, если вы предпочитаете более сдержанную палитру, вы также сможете подобрать для себя норковую шубу. А еще на «Зимней сказке» очень доступные меховые куртки из хвостиков норки. Самые доступные шубки – мутоновые, легкие и ноские. При этом современная выделка позволяет шить из этого меха стильные и оригинальные модели. Ну а если вы ищете пальто, в котором не страшно будет даже в самый лютый мороз, остановите свой выбор на шубах из енота. Изделия по-настоящему теплые, но не в ущерб красоте и моде. Традиционно на выставке «Зимняя сказка» большой выбор курток из-за кокожи и холофайбера, меховые жилеты, а также огромный ассортимент головных уборов, меховые варежки, домашняя обувь и сувенирная продукция. На нашей выставке есть как наличный, так и безналичный расчет, есть кредит на выгодных условиях для покупателя, также для удобства покупателя. В этот раз у нас действует внутренняя рассрочка фирмы и за наличный расчет скидочки до 20%. «Зимняя сказка» в Ледовом дворце с 25 по 28 октября. Вас ждут с 10 до 19 часов. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Но найти лакомство по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Ледовом дворце. С 25 по 27 октября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелинный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И, как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работой сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акации, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акации – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. Конечно, на ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры, как аэрозоль брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта меда можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите! Ярмарка «Медовая феерия» работает в Ледовом дворце с 25 по 27 октября с 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей!